Здравствуйте, уважаемые коллеги, с вами Евгений. Сегодня, ваше внимание, я предлагаю новое видео, которое, в принципе, немножко не вписывается в формат нашего канала. Мы не рассматриваем сегодня ни SolidWorks, ни Mastercam, а рассматриваем совершенно стороннюю программу под названием E-CAM. Это не значит, что я бросаю SolidWorks либо Mastercam, а просто на работе один из коллег установил эту программу. Ну и, в общем, я тоже заинтересовался, что это за зверь. По описанию программы у нас получается из Италии, разработчик. И если сейчас посмотреть вообще, на что эта программа способна, куча-куча всего, чуть и даже не пятиосевая обработка. Но нас с вами будет интересовать либо фрезерная, либо токарная обработка. Поэтому давайте запускаем E-CAM. Программа выглядит таким образом. Единственное, могу сразу сказать то, что ограничения у этой программы есть по времени. То есть, вы скачиваете демо-версию, она без ограничений по функционалу. Единственное, есть ограничения по выводу УП и одной операции. Я вам покажу, какое. То есть, у вас есть 14 дней, чтобы насладиться ее функционалом. Но после он будет урезан. Либо вы не сможете выводить УП, либо вы сможете это делать только по выходным. Ну, вот видите, что у меня написано License Active Free on Weekend. Ну, в общем, так. Это сказал. Значит, теперь по функционалу. Значит, есть у нас токарная обработка, есть фрезерная. Значит, когда вы начнете обработку какую-то, либо токарную, либо фрезерную, там можно будет выбрать некоторые параметры, и функции программы будут расширяться. Я уже создал сегодня фрезерную обработку. Вот она будет выглядеть таким образом. Сейчас я подетально покажу вам. Сегодня я не буду показывать каждую операцию. Я единственное могу сказать, что если у вас есть какой-то опыт в предыдущих камах, то вам будет довольно легко разобраться. Хотя есть какие-то свои нюансы. Но нюансы больше относятся к не настройке операции, а к настройке выбора геометрии. Я делал DXF-контур, вставлял его сюда и начинал обрабатывать. Ну, давайте начнем с первого. Торцевая операция очень простая. Здесь вот есть выбор инструмента. Вот, можете выбирать в библиотеке, либо нажать на вот эту клавишу и уже рассмотреть. Давайте, я научился рисовать. Нажимаете вот сюда и открывается вот это вот меню. Значит, здесь есть разные варианты инструмента торцевого. По диаметру они сортируются и по также режимом резания. Единственное, вот смотрите, есть такой вот момент, что толщина резания съема металла задается в инструменте. Да, то есть, если на торцевании там в данном случае у нас был миллиметр, он особо тут роли не играет. Как был настроен этот инструмент, то вот в следующих операциях он очень будет сильно влиять. Ну, здесь вот finish allowance – это то, что мы можем задать припуск. Вот здесь вот. Прошу прощения. Вот. То есть, вот есть подфинишную обработку. Также можно выбрать, как будет входить инструмент. Горизонт, там горизонтально, но он будет больше вот это вот. Вот. И в вертикальном. Вот таким вот образом. Вот теперь хочу сказать по поводу вывода УП. Значит, здесь, когда вы будете обрабатывать карман наружный, да, здесь есть такая стратегия, как адептив. Очень популярна. Это в мастеркане, в нашем любимом, она динамик. Вот здесь она и видит, как адептив. Вот, если вы ее сейчас выбрали и попытались вывести УП, то вот получаете такую штуку, как Not Avalid License for Adaptive Strategy. То есть, она не может вывестись. Давайте закроем и пересчитаем. На offset. Вот она будет таким вот образом. Пару моментов хочу сказать, да. То есть, вот эти вот проходы, которые мы сейчас здесь вот видим, они настраиваются непосредственно в своем инструменте. То есть, нажимаете здесь вот Open Edit Tool Data. Вот Cutting Data. И вот уже здесь настраиваете глубину и проходы. То есть, вот сколько там. 30% сейчас стоит. Ну, допустим, поставим 80. Select Tool. И мы вот сейчас увидим. Ну, то есть, вот поменялось все. Это вот это хотел сказать. И что еще такого интересного. Мы сейчас выведем УП и просимулируем его в нашем симуляторе фрезерного станка с ЧПУ. То есть, как бы, можете данной программой попользоваться там в учебной версии, либо, ну, применить ее в своей работе. Хотя, функционал данных программ, допустим, вот это вот E-Cama, конечно, после пересаживания, допустим, с мастер-кам, ну, кажется, немножко тяжелее выбрать геометрию или какие-то другие эффекты. А для каких-то простых работ, ну, подойдет. Итак, выбираем G1. Генерацию. И что хочу сказать. Вот здесь вот, когда вы выведете вот это вот УП, три инструмента, вот здесь вот после он пишет 15-й инструмент. То есть, он, как бы, видит какой-то там предыдущий, наверное, так настроен постпроцессор. Вот это надо будет удалить. Единственное, есть такой еще момент. Ну, я уже УП редактировал, и я вам покажу еще симуляцию. Что есть классный такой момент, как можно посмотреть setup sheet. то есть, вот у вас будет показан инструмент, который был применен, и постепенно будет показана, какая обработка идет. Вот, тут вот не показано, но на более таких простых операциях у меня в отдела было приятно смотреть. Это показал, и есть еще такой момент, где можно все-таки... Здесь работа с геометрией, здесь можно померить, здесь настраивается... Ну, допустим, давайте симуляцию посмотрим, как она будет. Здесь он сразу делает с последней операции. Вот здесь вот он выбрал сразу все. Здесь можно побыстрее сделать. У меня все-таки будет торцевание по зигзагу. Здесь выбираем следующую операцию. Здесь, если поставить галочку, то он будет автоматически переходить. Ну, сейчас еще посмотрим, как будут прокатывать бока, и тогда прекратим симуляцию. Вот, обрабатывает, и... В принципе, окей. Есть сеттингс. В сеттингах можно поменять язык на какой-нибудь другой, который вам будет более удобен. Также изменить некоторые параметры, если хотите. И самое главное, хотел показать... Именно, что касалось постпроцессора. Сейчас... Да, хотел показать следующий момент, что при выводе кода, U.P., можно нажать на Edit Tool Machine. И вот уже здесь сделать какие-то, наверное, такие более детальные настройки. Как они будут выводиться в постпроцессор. Да, вот эти вот кода основные. Но я ничего не менял. Я просто как было, так и оставил. То есть, меня... После симуляции, мне все понравилось, я вывел U.P., и теперь... Давайте посмотрим, как это будет выглядеть на станке. Значит, открываем наш любимый симулятор. У меня уже было заготовлено это все. E-Camp Tutorial. Применить. Третья. Да, нам нужны тиски. Приподнимем нашу заготовку. Инструмент у нас стоит в барабане. В револьвере. И поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Пока.